так и мы начнем начнем разговаривать про слонов а для начала я расскажу вообще почему слоны в английском языке есть такая идиома слон в комнате она обозначает тему или явление о которой все осведомлены все знают но по каким-то причинам стараются ее не обсуждать потому что либо это не принято по культурным нормам либо вызывает дискомфорт у тех кто о ней говорит и нашими такими словами сегодня будут межличностные отношения то есть мы все прекрасно знаем и на собственном опыте и уж тем более из массовой культуры что у нас офис это такое место в котором до отношения разного рода складываются бывают романы и это очень сильно влияет на то как мы работаем особенно в крайних каких-то ситуациях но мы как-то этот фактор не учитываем когда обсуждаем наш performance например да или же бывают ситуации когда мы собеседуем человеку условно говоря а потом мы когда ему отказываем когда коллеги спрашивают а почему что не так то он же вроде на все вопросы ответил мы отвечаем что-то вроде но он вроде все ответил вам какой-то такое не наш что-то как-то он не подходит не муркает у всех разные взгляды разные формулировки для этого то есть как раз вот что-то такое скрытое не явно либо еще бывают ситуации когда мы где-то рассказываем что у нас горизонтальная структура управления и в то же самое время мы знаем что у нас есть формальные неформальные лидеры то есть это вроде бы как никто не отменял несмотря на горизонтальную структуру и эти темы мы как-то тоже аккуратненько обходим и избегаем не так часто говорим давайте познакомимся меня зовут орлов артур я с 2004 года в разработке начинал как разработчик в основном веб-разработчик но там был еще опыт в этот решение с 2007 года я не только разработчик но и руководил командами и где-то в какой-то момент я стал развиваться в сторону управления командами agile коучинга и в 2019 году стал эриксоновским коучем и то чем я сейчас занимаюсь я характеризую для себя как team engineering ох ты какая прелесть картинки не все отображаются ладно то я называю это как team engineering то есть по аналогии software engineering если у инженеров работающих с программным обеспечением объектом их воздействия является собственно программные продукты то для меня это как бы команда да то есть я применяю инженерные навыки знания там какие-то по психологии по поведению групп социальных к тому чтобы создавать успешные эффективные команды в которых комфортно работать и вот я очень рад вас всех здесь видеть в онлайне кто соскучился по онлайновым мероприятиям до оффлайновым прошу прощения я даже вот туда настолько уже привык что даже заговариваюсь да действительно оффлайн это прямо такая штука которая сильно отличается от онлайн и мы все понимаем что онлайн это как-то не то и казалось бы да у нас же всегда есть возможность по почитать поучиться посмотреть видео но мы предпочитаем как-то в живую почему просто потому что качество во-первых выше во вторых у нас всегда есть еще и какая-то потребность пообщаться да это происходит потому что у нас общение это не только потребность сам по себе но так еще и сложилось из-за особенности нашего вида да как homo sapiens что это еще и способ реализации целого ряда других потребностей и поэтому например качество общения в живую намного выше и люди принимающие решения стоимость которых очень высокая они очень часто тратят большое количество времени и денег на перелеты ради получасовых или часовых встреч некоторые даже ради этого заводят самолеты и мы эту историю как-то не очень хорошо замечаем у нас то как мы это делаем как мы общаемся как мы подходим к общению мы эти стратегии касающиеся межличностного общения как-то их неявно осваиваем специально нас никто этому не учит но они всегда нас сопровождают и даже если на конференции посмотреть да если вы даже за собой понаблюдаете вы можете отловить какие-то там тенденции некоторые из которых для вас конечно будут очевидными всегда садиться в первые ряды например или если вы приходите со своими коллегами ходить все время с ними либо наоборот вообще расходиться от них чтобы знакомиться с кем-то новым или выбирать место с кем-нибудь посимпатичнее то есть там совершенно разные стратегии или даже если вы держитесь мысли что я прихожу сюда за знаниями они вот это вот во всякое ваше знакомство это тоже стратегия и она тоже от вас требует каких какой-то энергии какого-то понимания что с этим делать и как с этим быть и так уж сложилось что на конференциях вот именно инженерных не очень много и не очень часто говорят про вот такие вот аспекты межличностных отношений вообще говорят да ну вот в журналах например или там целые книжки есть на эту тему вот такого рода как в популярных популярных изданиях в изданиях посвящены популярной психологии но мы не пойдем путем рецептов мы так не пойдем и тем более я не претендую на роль эксперта в этой области мы пойдем как инженеры то есть мы для того чтобы вообще понять что это сначала попробуем это пощупать и посмотреть хотя бы какие аспекты у этого явления есть как это влияет как к этому можно подходить и прежде чем мы туда зайдем я попрошу вас поотвечать на вопросы вопросы будут в telegram чатике конференции я прям сейчас начну их туда скидывать и так как не удалось очень быстро запустить трансляцию я буду озвучивать ответы на эти вопросы сам ну то есть процентной там очень простое telegram потому что опять же анонимность обеспечивается вопросы очень простые я буквально вот подожду до условно говоря до десятка голосов и назову потому что мне кажется уже будет значит вопрос первый для тех кто начать хотите ли вы чтобы в вашей команде была дружеская атмосфера и поддержка из 20 голосов сто процентов ответили да ну вопрос действительно такой да понятно что будет вопрос следующий были ли ситуации когда вы так прошу прощения был ли у вас опыт когда близкие отношения с коллегой влияли на вашу работу и под близкими отношениями я имею ввиду не только романтически это может быть друг это может быть человек который там ваш родственник вы работаете вместе здесь именно речь о том что у вас есть очень много общения помимо рабочего так из 40 уже голосов 64 процента ответили 57 прошу прощения ответили да 31 процент нет и 11 процентов затруднились ответить лично я в таких случаях предпочитаю этот затруднились ответить относить к скорее да чем нет так следующий вопрос а были ли у вас ситуации когда вы делали задачу не так как она была поставлена потому что считали постановку задачи некорректной ну или вообще саму задачу или постановку то есть вам поставили задачу написали что сделать и вы так это же чушь явная надо делать по-другому и делали просто по-другому соух быстро очень 42 голоса уже и 60 процентов до так хорошо и еще один вопрос в этой категории были ли вы в ситуациях когда вы были уверены что вы более компетентны чем ваш руководитель так 11 год очень быстро 40 голосов и 74 процента считают что да были в такой ситуации хорошо с опросами пока все а теперь я бы хотел немножко с вами повзаимодействовать и мне нужны добровольцы поднимайте руки кто готов мне нужен человек 6 да пожалуйста сразу можно сюда да тоже можно сразу сюда еще да да выходите так раз-два-три-четыре так раз-два-три-четыре-пять нет вот еще один человек да отлично все а давайте я вот вот прям вот так вас развивать вы будете вместе нет его еще нам не по двое нужно мне нужно пары да нормально нормально так тоже хорошо значит смотрите да сейчас прежде чем я вам объясню задание вам нужно будет разбиться по ролям у нас будет роль ведущего и роль ведомого вот соответственно кто у вас в команде ведущий кто ведомый хорошо так ведущий кто у вас ведущий кто ведомый сейчас нужно принять решение кто ведущий кто ведомых хорошо отлично вы обращаете да внимание на то что и как происходит так кто у вас ведущий кто ведомый ведомый отлично он ведущий хорошо спасибо большое кто у вас ведомый отлично я сначала объясню задание а потом по ходу буду рассказывать что происходило значит сейчас задача ведущего отвести ведомого на его место а я потом расскажу в чем тут было дело собственно да задание очень простое значит смотрите все дано на место если вы обратили внимание что из себя представляла вот эта ситуация сейчас да люди не очень представляют что им надо будет делать то есть ситуация высокой степени неопределенности и у них стоит задача уже определиться как-то с ролями и про эти роли все что они знают что кто-то будет ведущим кто-то будет ведомым и вот здесь мы увидели почти весь набор стратегий который тут срабатывает да какие могут быть варианты я просто сам продемонстрирую то есть два человека сказать кто ведущий я это одна стратегия когда кто-то один успевает сработать первой потом другая стратегия на тоже здесь помню дважды повторилась мне прямо очень нравится он жениров она часто встречается кто ведущий он или другая вариация я ведомый так сразу еще есть стратегия тут я ее в явном виде не заметил она тоже встречается но среди лидов она встречается меньше я думаю сейчас поймете почему когда двое стоят кто ведущий мне как-то все равно может быть ты да не да мне тоже все равно давай я тебе уступлю и вот это вот продолжается да когда никто не хочет занимать эту позицию иногда очень редко бывает вырождены случаи когда оба человека на вопрос кто ведущий одновременно отвечает я это бывает редко потому что чаще всего кто-то срабатывает первый но когда такое бывает что происходит дальше это очень интересно прям очень интересно о чем вообще это все и все вопросы которые были до этого они на самом деле про такое явление которое у человека как у представитель стайного вида называется иерархия то есть она всегда есть у любого животного относящимся вот к стайному виду и мало того что она есть я вот так ну мне нравится такое инженерное объяснение да когда я как человек кого-то вижу даже не обязательно что он меня видит я еще даже с ним не разговариваю у меня уже запускается под программа отранжировать меня по отношению к нему и до тех пор пока я не приду к какому-то решению она так и будет работать я буду к нему присматриваться он будет присматриваться ко мне и я так понимаю что а в этом контексте я как бы покруче буду поэтому я наверное постарше и мое отношение начинает уже транслировать вот этот мой выбор это все происходит без осознавания практически очень часто это происходит прям моментально мы об этом даже не задумываемся никак и она вот есть и она есть всегда и очень часто она на практике проявляется довольно ну неожиданными для меня например когда я стала эту тему когда я вообще познакомился с этой темой стал изучать очень неожиданными сторонами какими-то не для меня неожиданными и на кейсах например рассмотрим это вот например ситуация я прихожу к руководителю у меня там клевая идея говорю а давай мы сделаем вот там со следующего спринта или со следующей итерации вот такую штуку внедрим было такое когда вы приходите а руководитель вам либо отказывает просто без всякой причины либо он отказывается причину это причина какая-то вот невнятная ну то есть не в непонятно чё а еще хуже если через какое-то время потом ваше предложение реализовано но он его сам протащил что тут как какой тут как это какой-то история имеет отношение к иерархии тут все дело в том что в зависимости от того как руководитель воспримет вашу просьбу предложения чтобы это ни было до того как его мозг поймет смысл вашего сообщения он сначала понимать что это по форме вы сейчас ему просто говорите давай сделай так и тогда он в такой патовые ситуации если он с вами соглашается все он больше не руководитель он только что принял прямое указание подчиненного еще раз повторю это до осознания происходит когда включается осознание там такая история что но идея же здравая но я же руководитель но идея здравая и поэтому тут и вылетает вот такая вот штука что нет не могу объяснить почему мне кажется что это неправильно я подумаю и докажу почему это не сработает и человек ведь будет отдел об этом думать и наверняка что-то найдет а все дело потому что у него вот опять же не осознанно он ощущает неосознанную претензию на свое место в иерархии на руководство потому что подчиненный пришел и пытается тут им командовать следующая история это уже из моей практики когда я был тим лидом у меня вот был помощник ну тест лид он же ведущий и у нас периодически возникали такие ситуации когда приходит знать любого девочка приходит она ко мне и горит у нас вот возникла сложная проблема я говорю ну можно вот так вот так порешать она о классная именно так и сделала и на тот момент я прям порадовался думаю отлично здорово вот люди прям сами чуть-чуть ли не мысли читать и только спустя годы я стал понимать так погодите я тим лид то есть ответственность за решение несу я а где у меня был выбор в этой ситуации его не было решение уже было по факту принято и если бы я договорился с человеком что окей решение в этой области я делегирую тебе все отлично никаких вопросов нет но так как такой договоренности не было я даже про хлопал тот момент что я на себя принял ответственность за решение принятое другим человеком и в айти в инженерной области где уровень в иерархии очень часто зависит от экспертизы и от компетенции вот эта история с серыми кардиналами она прям расцветает расцветает пышным цветом и разноцветными красками это прям вообще отдельно интересная тема следующий кейс тоже из моей практики идет значит демо команда разработки представляет функционал который мы готовы покатить на прот и стоит на демо присутствует руководитель он же владелец компании он посмотрел на все это и говорит а вы знаете давайте мы вот это передумаем ну переделаем я передумал надо делать по-другому и руководители отделов разработки и разработчики опять переделывать вот это вот все и первое время я тоже также реагировал пока не поменял в какой-то момент точку зрения на это и на что я ее поменял я когда как разработчик пишу код я что же не делала его сразу правильно ну то есть у меня всегда есть какие-то рации приближения и для него как для владельца да он делает такие итерации большие силами отдела разработки и поэтому это на самом деле его стоимость он за это платит зарплату и это его как бы ошибки его решение и если я приходя в компанию принимаю его в качестве руководителя то здоровая реакция с моей стороны ну окей ты сказал переделаем значит переделаны твоя ответственности финансовые риски несешь за этот и они я по большому счету и поэтому если я в него верю как в руководителя я же работаю почему-то то я не особо оспариваю а если я не верю в него как в руководителя зачем я тогда здесь работаю спрашивается еще один кейс очень много встречается в инженерных командах две команды работать над ним функционалом одни пилит бэк другие пилит фронт и вот та команда которая пилит фронт они значит приступили к работе в последнюю очередь они там тестируют собирает все и словили какую-то там багу с бэком и тестировщик со стороны фронта начал перепокрывать тест кейсами все все что там связано у бэк на бэке и когда его спрашивают а чё ты делаешь это же не наша работа да у них тут ошибка там ошибка нам скоро выкатываться у них еще и процессы криво работают вообще им доверия нет я лучше сам перепроверю и все сделаю как надо то есть что тут происходит обычно в стайных видах ответственность за группу у того кто на вершине иерархии стоит и когда вы на себя берете эту ответственность вы в своей голове вроде бы как немножечко так поднимаетесь да и то есть вы вроде бы как начинаете вот за всем этим руководить хотя по факту это не так и здесь самая здоровая история это не переходить через границу у вас есть договоренность кто что делает и если кто-то что-то не сделал окей они что-то не сделали но это бывает это нормально у нас нет ну мы не можем работать всегда идеально но и у тестировщиков это прям очень заметно почему-то прям любят люди брать на себя ответственность который им не принадлежит особенно за решение которые вы не принимаете и повлиять на них не можете да как вот в той ситуации вы не сильно можете на это повлиять зачем-то почему вы берете на себя за это ответственность это еще и немножко портит все процессы связанные с этим история про заботу это вот из предыдущего случая значит тест лид команды фронтендеров идет после этого к бэкендерам и говорит смотрите ребятки у вас в этот процесс они очень хорошо работают и вам бы надо вот это переделать вот это переделать и тестирование пересмотреть вот в таком ключе и он очень удивляется когда ему показывают но в лучшем случае на дверь да я же помочь хотел я думаю о компании я как бы проявляю заботу так вот про заботу здесь специально со звездочкой потому что это не всегда так но очень часто заботу можно проявить только имея в чем-то больше ресурс чем у того по отношению к кому вы проявляете вы видите да я даже показываю да это это просто даже видно то есть позаботиться можно только о более слабом ком-то да не всегда так подчеркиваю в равноправных отношениях вопрос заботы тоже есть но я приведу пример да вот в мир в личных отношениях между мужчин и женщины это часто там встречается вот эти вот терки да когда кто-то один делает что-то с мыслью позаботиться и если 2 говорит нет я пожалуй не с твоей помощью а с помощью другого это сделаю человек такой а чё это не со мной это как раз забота которые за иерархии которые равноправно это значит вы действительно отдаете человеку право принять либо отказаться либо сделать по-своему и вас это никак не задевает вот это равноправная история но если вы почему-то настаиваете что спасителем должны быть именно вы это вот прямо вот сюда про иерархию и в этом плане семья где родители заботятся о детях это одна из самых жестких форм иерархии на самом деле и в азиатской культуре где бизнес строится по этой схеме это прям очень четко видно и так уж сложилось что у нас за время у нас я имею ввиду эту территорию бывших союзных стран у нас очень перекосилась вот это вот представление об иерархии и мы ее воспринимаем почему-то только в терминах тут по сверху командует тот кто снизу подчиняется хотя это не все это только способ смысл-то ведь не в этом смысл в том что тот кто сверху он заботится о тех кто снизу а те кто снизу в обмен на то что они не принимают решения в условиях неопределенности и не берут на себя все риски они доверяют решением руководства опять же мы в вид интеллектуальные поэтому у нас еще есть выбор у каждого из нас входить в иерархию или не входить у животных это не всегда так там как бы силой всех можно загнать вот и это здоровое восприятие когда руководство тот кто сверху условно говоря заботиться и предоставляет ресурсы для подчиненных а те кто снизу они понимают чего это стоит да и понимает что на самом деле они свободны от решения ряда сложных достаточно задач они действительно сложные и рядом с этим очень часто проходит еще такая история как про границы да свое чужое с иерархией это вот в примере когда один тест лид начинает что-то там делать с ресурсами тест лида другой команды то есть перетягивать к себе разработчиков или тестировщиков через голову или даже элементарно это проявляется когда к вам подошли и на вашем столе переставили там кружки и вот эти истории это все равно очень сильно вшито вот это твое мое и она прямо рядом с вопросами иерархии и как ее оздоровить да ну во первых признать что она есть это в первую очередь и во вторых вот в сложных структурах которые создает человек только упорядоченность ясно и прозрачная то есть четко договориться кто за что отвечает простое понятное распределение ролей на текущий момент я не верю что можно сделать для любой компании в такой вот если какой те особенно какую-то стандартную сетку ролей даже в моей компании где у нас 10 команд у нас тестировщики тестируют в разных объемах у них немножко по-разному размазаны полномочия разработчиков также про лидов вообще молчу у нас каждой команде разные ли делать немножко свое здесь сработает штука которая сработает в этой команде конкретно в этой то есть когда эта команда эта группа людей договаривается о том кто из них за что отвечает и есть один такой простой способ тоже знакомы уже человечеству это делать это не писать вот такой вот огромный свод правил большой чё кто и как делает а наоборот написать очень маленький свод табу так называемых до библия например примерно вот этой собой представляет десяти заповедях то есть небольшой список того чего делать нельзя а по поводу остального мы будем договариваться по месту потому что условия очень быстро меняются рядом с этим еще у нас есть такая история что входя в любую группу первое что мы делаем неосознанно у нас запускается программа сама презентации кто есть я и мы тут же еще считываем а кто есть здесь кто где здесь свои где чужие это можно очень часто наблюдать когда в компанию приходит примерно в одно и то же время там два или три новичка вот для любого человека только пришедшего в компанию по логике самой эффективной стратегии является это прицепиться к кому-то более опытному общаться с ним и так ты быстрее быстрее войдешь в курс дела на практике происходит что новички они как-то вот вместе кучкой ходят тусуются не всегда но очень часто это бывает просто потому что вот у них так сработало это вот мои они также здесь ничего не понимают а вот это вот чужие они здесь опытные дальше двинемся и я тоже хотел бы здесь через опрос мы продолжим так читаю вопрос доводилось ли вам наблюдать борьбу за внимание это когда разработчики мужского пола очень хотят чтобы их протестировал именно вот эта тестировщица не другая вот это можно и в другую сторону развернуть да я просто рассказал про историю которая была лично у меня на одном из прошлых мест работы там прямо это было очень четко 50 голосов 60 процентов отвечают что до доводилось наблюдать следующий вопрос а участвовать в ней вообще было поначалу большой перекос в нет но он что-то стал не таким большим и на текущий момент из 50 из 50 из 60 уже ответов 37 процентов до 56 нет и 7 процентов 9 уже затрудняются ответить затрудняюсь ответить я бы конечно отнес к да следующий вопрос считаете ли вы для себя возможным завести отношения с коллегой ух ты вот прям сейчас 16 было равно между да и нет сейчас опять равно в общем из 40 голосов половина считают что до 10 процентов затрудняются ответить я бы тоже это приписал когда конечно а теперь так до романтические да да если у вас опыт отношений на работе ну просто может быть вы теперь не хотите потому что у вас есть печальный опыт я не знаю так ну из 50 но она не по крайней мере телеграм утверждает что анонимно так 60 голосов даже 70 45 процентов до 55 процентов нет и вот здесь никто не затруднился что интересно любопытно хотите ли вы вопросы погорячей есть еще пару 89 да ладно вы сами захотели так если у вас опыт интимной близости в рабочем пространстве так на текущий момент 30 опросов 30 примерно уже 40 процент нет 30 процентов до 68 процентов нет опять же никто не затрудняется здесь это хотя бы уже хорошо и последний вопрос а хотелось бы значит но вы же видите да то есть 54 процента нет уже 30 до 23 затрудняюсь ответить но это тоже я бы конечно отнес вот в эту историю да так вот эта серия вопросов про что понятно она про что до эта история про сексуальное поведение которое тоже у нас есть и она тоже работает и она срабатывает чуть ли не одной из первых наверное и с точки зрения мозга как одного из органов способствующих выживанию все довольно просто и понятно устроена я прихожу вот с этими людьми провожу 8 часов в день в одном помещении а вдруг апокалипсисы я только с ними здесь останусь надо как-то определяться кто здесь потенциально интересны а кто может и конкуренцию составить и что-то с этим наделать и это все помимо осознания прям вообще помимо осознания проходит и эти вопросы они как бы очень часто проявляются когда два человека общаются между собой в такой как тоже называется хидден агенда да то есть у них вот они вроде бы обсуждают работу но претензии на самом деле вообще не в области рабочих вопросов а в области а почему ты со мной сегодня пошел кофе пить утром да или почему ты сделал или не сделал что-то человек очень часто даже сам не сознает предмет своей претензии но потому что в этом же еще нужно себя признаться в эту сторону нужно еще уйти и поэтому эти вопросы они прямо прямо торчат а если учесть что сексуальное поведение на самом деле начинается довольно рано просто с обращение внимания то есть там где мы его не привыкли даже замечать то есть совсем совсем рано это прям вообще все сильно усложняет еще все усложняет что вот эти аспекты про которые я рассказал они не существуют в изоляции они очень и очень все перемешаны у нас как и у животных место в иерархии напрямую определяет ценность точки зрения сексуального поведения тот кто выше он как-то по цене и будет у него и выбор побольше и вообще ему поинтереснее тот кто не вход не проходит по программе свой чужой попадает в категорию чужих ему очень сложно подняться в иерархии например да и вообще если ты чужой для этого коллектива у тебя из иерархии проблемы сексом проблемы вообще у тебя сплошные проблемы потому что ты чужой и в то же самое время если ты на вершине иерархии но все произошло так что ты в меньшинстве и для большинства стал по какому-то критерию чужим стреляет аврора ну мы знаем что дальше происходит и как бы большая часть своих скидывает меньшую часть чужих даже несмотря на то что они на вершине иерархии и это тоже часть нормального процесса когда вожак промахивается его скидывают съедают ну акела промахнулся мы все про это знаем и это это нормально ну то есть эта часть нормального процесса изменения в иерархии и вот из всего этого как раз складывается та самая атмосфера первый вопрос помните да вот в какой атмосфере вы бы хотели работать ну про то в какой атмосфере бы хотели работать из вот этого взаимодействия всего складывается атмосфера в которой вы работаете и я хочу оставить вас с двумя вопросами на подумать да то есть это первое в какой атмосфере на самом деле хотелось бы вам работать и какую атмосферу на самом деле создает ваше поведение именно вот такое неформальное у меня еще осталось немного времени ну во первых вот тут есть мои контакты мне очень интересно в эту тему уходить углубляться я готов пообсуждать где-то вот в кулуарах задавайте вопросы я прям буду рад или делитесь своими находками мы нанимаем и небольшой бонус тогда если у меня осталось время я думаю не останется про инструменты которые можно использовать на самом деле во всей этой истории для того чтобы что-то поменять нам нужен во первых инструмент влияния который мы это делаем и инструмент измерения чтобы мы понимали двигаемся мы в ту сторону или не двигаемся и у нас такой инструмент есть это вот он да это все наше тело мозг нервная система потому что многие из вещей о которых я говорил они считываются не путем знаний они считываются на уровне инстинктов они есть вопрос только в том чтобы их начать развивать то есть например можно всегда заметить что человек человек думает что нарушаются его границы он это не словами проявляет он даже этого не понимает а он это делает как то вот вот так я могу рассказать историю своей жизни на одном из тренингов где просто мне это продемонстрировали когда идет обсуждение как раз вопросов иерархии и один из участников делится своими мыслями в таком ключе а я вообще не люблю вот на эту вершину пока они там что-то разбираются я сижу где-то внизу и делаю что хочу и как хочу и в этот момент ведущий тренинга просто показывает на меня пальцем и говорит а вот посмотрите вот на эту улыбку которая на самом деле редуцированный оскал да то есть ему точно не нравится чем сейчас слышит я обращаю внимание мне еще повезло что я тогда был чуть-чуть уже подготовлен к этому обращая внимание на вот чё здесь и понимаю что да при улыбке вот эти лицевые мышцы они расслаблены а когда я оскалюсь ну как животные зубы показывают есть вот здесь некоторое напряжение и она действительно было и тут из-под сознания сразу в мозг очень четкая мысль сразу пролетает сходу что я же руководитель просто был на тот момент а мне не нравится вот такое отношение когда я как руководитель когда кто-то внизу говорит а пусть они там что-то решает я буду делать что хочу совершенно не нравится и даже без осознания уже у меня это считалось уже было просигнализировано вот в минимальных каких-то историях в теле и поэтому инструменты они на самом деле есть их больше чем мы привыкли думать это раз и второе здесь очень четко понимать что вам нужно выработать правильное отношение к этим вещам то есть что значит правильное это не значит что есть задуманный способ то есть вы приходите в компанию вы должны там подчиняться нет почему если вы хотите забраться на верхушку иерархии и готовы потратить на это усилие революция это тоже выход в общем то опять же с точки зрения природы это естественный процесс и с точки зрения взросления человека по карьерной лестнице рано или поздно наступает момент когда он догоняет своего условно говоря руководителя и тогда вопрос что произойдет дальше двух лидеров быть не может поэтому либо он уходит куда-то либо этот уходит либо при получается у меня был такой пример очень очень долгий затяжной конфликт который выматывает всех просто-напросто когда решение не может быть адекватно принято потому что они постоянно бодаются между собой прямо вот-вот по любому поводу и поэтому здесь правильно это значит такое поведение которое адекватно вашим потребностям вашим желанием и вашей готовности ключевой вопрос это чего ради и какой ценой всем спасибо еще раз за внимание я готов ответственно просто да вот вижу уже рука да спасибо спасибо за доклад интерес послушать опытом человека вопрос немножко тоже продукционный личная жизнь с работой связано еще раз личная жизнь с работой связано после всех рассказов про отношения на работе что значит личная жизнь чуть чуть поподробнее бы с работы не пересекается с сотрудниками подчиненными отдела и подобное нет но такой опыт тоже был спасибо ну на текущий момент нет да еще вопрос был растут и большое спасибо за доклад может вы дадите какие-то рекомендации начинающему тим лиду как начать делегировать вот у вас был там секция про ответственность а вот если можно спасибо ну я отвечу как бы двумя наверное такими фразами одна это средневековая это вассал моего вассала не мой вассал то есть если вы что-то делегировали то вы тогда и не влезаете в то что делает человек и работаете непосредственно с ним это вот одна история наверное да и вторая тут еще вопрос какую задачу при этом вы лично для себя решаетесь еще именно делегируется на самом деле хорошо бы понять да то есть в чем профит именно ваш как руководителя вырастить человека просто не решать неприятные задачи это будет разный наверное спектр действий спектр воздействие на это да тогда это про доверие и вот вторая фраза которую я обещал с которой придется столкнуться ну потому что я не смог ее избежать это хороший менеджер узнается по шрамам на языке добро пожаловать в клуб это значит что когда человек будет делать что-то и он будет делать это неправильно очень часто придется смолчать и дать ему возможность сделать эту ошибку потому что ну это один из самых на самый эффективный способ учиться я эту мысль понял когда сам уходил с роли тем ли да и оставлял вместе себя другого человека и задался вопросом почему они этого не понимают это же очевидно ну то есть как я до этого дошел и тут я понял как я до этого дошел я ошибался ну я совершал ошибки получал опыт еще вопрос да мне зовут александр вопрос такой вот ты сказал что есть привел пример есть команда фронта есть команда бэка если тестировщик фронта нашел бак на бэке то ему во первых что ему с твоей точки зрения стоит делать еще после этого будет небольшой следующий вопрос хорошо с моей точки зрения 100 что стоит сделать этим двум командам сначала договориться где чья зона ответственность вот это сначала а уже потом действовать согласно этой договоренности вот понятно спасибо и еще второй вопрос если есть еще отделку а у которого вроде бы есть тоже деление на фронтовых и бэковских тестировщиков но цель отдела стоит в том чтобы размазать как раз таки все это ответ ну как не ответственность сделать ответственным за большую часть то есть чтобы не было этого разделения чтобы каждый тестировщик цельно понимал продукт и соответственно не стеснялся заводить баги на сервис если он уверен что это в сервисе там в каком-то чтобы быстрее устранялись проблемы и быстрее процесс шел разработки в таком случае кейс который ты привел про то что не моя зона ответственности его стоит ли его придерживаться или же уже нет ну тут смотри как кейс который я привел он был для демонстрации вот конкретной ситуации да вот в этом случае как вот я говорю почему не нравится вот этим инжиниринг как я бы подошел во первых есть два аспекта два вопроса на которые надо получить ответ первое вот то о чем ты говоришь что хочется всех размазать кому хочется зачем хочется то есть я эта задача это первый момент и второй момент у тестировщиков которые внутри работают и будут вот так вот размазываться что они хотят да потому что если бизнес хочет мы хотим вот так это не хорошо и не плохо можно и так можно и разделиться по разному можно выстроиться и она будет работать просто это будут разные архитектуры скажем так да то здесь надо понять чего хочет бизнес понять чего хотят люди и оставить тут людей подобрать людей которые хотят того же чего и хочет бизнес в противном случае это будет лебедь рак и щука или мне больше нравится муравьи которые вместе тащат они вообще ни разу не в одну сторону тащит ну то есть они тащат кому как удобно и поэтому если разрезать листочек которые они несут он в разные стороны пойдет то есть тут хорошо бы понять кто какую задачу решает и синхронизировать это все спасибо артур спасибо за 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 доклад мне очень понравился хотела бы тоже задать вопрос как выстроить атмосферу и взаимоотношения с подчиненным если он и старше по возрасту но менее опытный и как бы тут получается что это и подчиненный несколько раз старше и неудобно и тебе ему давать какие-то советы и говорить на ошибки и он тоже воспринимает это в штыки если вы обратили внимание я же начал отвечать телом уже сразу да вот прям на мозоль как будто наступили то есть это действительно сложная непростая ситуация и а у нее ну я пока для себя не знаю общего решения да ну то есть понятный и простой на словах понятный описанный механизм ты становишься для человека своим если по какой-то причине ты прям не можешь этого избежать да что это становишься своим он тебя в свою очередь ощущает своим и тогда уже проще что-то делать но для этого нужно действительно на самом деле постараться понять что он хочет потому что без этого ты не сможешь вот эти векторы намерений согласовать нужно действительно постараться хочу он-то на самом деле хочет ну да да найти такой способ при котором штыков не возникает потому что он не тебя воспринимает в штыки на самом деле он в штыки воспринимает какое-то твое конкретное поведение принеси ты ему чашечку кофе с утра он же в штыки не воспримет если он кофе любит правильно то есть тут тут вот именно что именно он воспринимает в штыки это уже какой-то сигнал о том что ему хочется что ему не хочется и уже начать это вот раскручивать до такой вопрос была негативная скажем так ситуация с новым человеком которому сказать он не молодой не студент да то есть ну за 30 лет вот которому потребовалось как сказать нянька да то есть он от нас ожидал что вот как ребенок у меня вот дети есть до мальчики которые собственные говоря там ты сделал уроки сделал покажи что сделал да то есть ну вот вот и человек ожидал точно также от руководства ну в том числе от нас до тех кто его обучает что мы точно также когда мы ему даем задачи ну не только проверяем что ну что он сделал да и вот конечный результат но и в процессе вот этого всего ну собственно говоря там по нескольку раз на дни нужно его пинать и собственно говоря еще что-то вот объяснять вот к сожалению даст с ним отношения не сложились но вот как этого избежать может быть или что можно было сделать кроме как вот разойтись но тут смотрите на мой взгляд здесь не хватает чего-то чего не хватает сейчас эта ситуация описанная с точки зрения одного представителя что он при этом думает непонятно тут хорошо бы знать чем при этом думать чтобы понимать в чем была ситуация более полная если более обобщенно отвечать ценности этого ответа конечно будет меньше но мало ли у меня был то были такие примеры когда я нанимал людей и мы через год расставались просто потому что у нас были несовпадения именно во взглядах да на ту же самую иерархию человек человек существо сложное она может быть разное совершенно разное то есть для кого-то важно даже если я подчиненный я хочу сам принимать решение а для кого-то я хочу чтобы мне поступали только разжеванные перемолотые задачи чтобы я занимался только разработкой и больше ничем и и когда получается когда в группу людей которые наоборот о чем больше непонятного тем веселее тем лучше попадает человек которому надо вот прям вот это вот все и детально и чтобы за ручку водили ну не совпадение до происходит с этим просто ничего не сделаешь к сожалению время кончилось запасе мне понравился вопрос вот про кандидат не кандидат про человек который в возрасте прямо по больному месту было до была ситуация которую я решал таким же путем спасибо большое